Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит. Сегодня мы будем читать 21 главу. Здесь говорится о обязанностях для священников соблюдать ритуальную чистоту. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам». Вот здесь как бы вступление отличается от того, как обычно говорится. «И сказал Господь Моисею, говоря». То есть сказал Моисею, говоря народу. А здесь уточнение. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам». То есть это для священников. «Сынам Аароновым искажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». «Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, и к отцу своему, к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей, девице, живущей при нем. И не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Речь идет о том, что у первосвященника умирает кто-то из близких родственников. У великого священника умирает кто-то из близких родственников. Или у обычного священника. Он может прикоснуться к умершему, если это действительно родственник. И вот кто считается действительно родственником, здесь перечисляется. Но если у него умирает, например, друг, и он хочет участвовать в его погребении, он может, конечно, читать заупокойный кадиш, но при этом он не должен касаться этого человека. О чем это? Это о том, что родство нас обязывает. Вот иногда люди спрашивают меня, «А можно молиться вот за такого-то человека? Он все отрицает, ни с чем не соглашается?» Я спрашиваю, «А он вам кто?» Если человек говорит, что это родственник, я говорю, «Да, родство обязывает». И в Новом Завете сказано, кто о своих, особенно о домашних не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. А если это просто какой-то школьный друг? Я говорю, нет, не надо. Не надо, потому что молиться за других людей, это кровь проливать, как отцы говорили, то есть это не так легко. Но в некоторых случаях родство обязывает. Конечно, мы свободно молимся за братьев и сестер по вере, за своих, но когда открытый противник, только если он наш родственник ближайший, мы можем за него молиться. Такая параллель между мертвыми родственниками и неверующими родственниками, она не случайна. Как Христос сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Люди, которые не исповедуют нашу веру с точки зрения нашего понимания жизни, они не просто мертвы, они еще не родились, они просто не существуют. Как Христос беседовал с еврейским старцем Никодимом, он ему сказал, тебе надо родиться свыше. Никодим не понял и переспросил, а как это родиться свыше, что я должен опять зайти в утробу матери, потом вылезти. На что Христос ответил, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И далее мы читаем, они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Здесь как раз имеется в виду, что в траурных целях люди так поступали. Это было такое языческое поверье. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Собственно говоря, не только священники, которые совершают богослужения, должны быть святы, но и народ призывается к святости. Святое причастие, изнесение его к народу предваряется возгласом «святая святым». Но святость, как я часто объясняю, братья и сестры, это не есть возможное состояние человека, автономное от Бога. Как луна, она же не является источником света, она отражает свет солнца и только в той мере, в какой он на нее падает. Поэтому есть разные фазы луны. Так и святое-то, тот, которого коснулась освящающая благодать, свет Христов коснулся его, и в той мере, в какой он отражает этот свет, он свят. Они, то есть священники, не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать в жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. «Святи его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». То есть здесь призыв, скорее всего, к Моисею или к другим священникам, светить других священников, ибо они приносят приношение хлеба при лицом Божьем, то есть им надо очищаться. «Если дочь священника сквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должна сжечь ее». Помните, друзья, в книге «Бытия» рассказывается о том, как Иуда ушел жить на сторону, и там у него были два сына, и один умер, потом другой умер, и там две невестки были. И одна невестка, как показалось Июде, она впала в грех блуда. На самом деле это было не так. И он предложил ее сжечь, узнав об этом. И из этого делается вывод, что она была дочерью священника, не больше, не меньше, как самого Мельхиседека, царя Салима. Потому что если для девицы наказание, вот она растлила свое девство, и если ее отец священник, ее должно сжечь огнем. то вот по аналогии с высказыванием Иуды определяют, что она была, возможно, дочерью Мельхиседека, которая называется священником Бога Всевышнего. Это такое отступление, но оно показывает как бы единство библейского откровения. Великий же священник из братьев своих, великий Годоль, великий же священник из братьев своих, то есть первосвященник, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей, он не должен осквернять в себе. Вот тогда действительно это все было действенно. Сейчас, конечно, в христианской реальности это все не действует, потому что мы, христиане, очищены кровью Иисуса Христа настолько, что если мы совершаем таинство исповеди, приступаем к другим таинствам, то никакое осквернение вот так механически просто к нам пристать не может. А тогда надо было оберегать этих священников, иначе как бы они освящали народ. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилища Бога своего, ибо освящение елеем, помазание Бога, все это на нем. То есть бесчестие для святилища Бога, когда первосвященник покидает святилище и где-то бегает. Он должен все время стараться находиться там, на своем посту, можно так сказать. В жену он должен брать девицу из народа своего. Давайте посмотрим, какое объяснение у блаженного Иеронима. Это очень такой тонкий экзогет. Он истолковывал христологически очень многие тексты. «Знаю, что под первосвященником, которому даются в настоящем разе заповеди, многие понимают Христа и то, что сказано над отцем и над матерью да не сквернится, толкуют о девственном зачатии Марии». Действительно, у Христа не было отца и матери в человечестве, в человеческом понимании, то есть не было совокупления мужчины с женщиной, он рождается от девы. Иероним далее пишет. «Действительно, гораздо естественнее толковать все это в отношении к лицу Господа, Христа. К нему обращены слова псалмата и Иерей во веки по чину Мельхоседекову. И у Захария, то есть у пророка Захария, послушай Иисуса Иерея Великого. И на него, Христа, возложены грязные одежды грехов наших, да получат славу, которую имел у отца, прежде чем был мир. Но чтобы кто не подумал, будто я искажаю Писание и так люблю Христа, что посягаю на истину историческую, я буду толковать от членов то, что относится к главе, буду понимать о рабах то, что исполняется на Господе. Хотя слово Господа, слова Господа – это слова, обращенные ко всем, а слава Господа – это слава и его рабов. И где представится удобный случай, так буду говорить об истинном свете, чтобы это относилось к тем, которым Христос дал, да свет будет. Тот первосвященник, который изображен в речи Моисея, то есть из книги Левит, то, что мы читаем, не берет в жены вдову, отпущеницу и блудницу, вдова та, которой муж умер, отпущеница та, которая изгоняется живым мужем, блудница, которая доступна похоти многих. Но да, поймет, сказано в жену девицу от премии своего, не чужеродную, чтобы плоды благородного семени не переродились на другой почве, не блудницу, потому что она благосклонна ко многим любовникам, не отпущеницу, потому что она была недостойнаю даже первого супружества, не вдову, чтобы не вспоминала прежних наслаждений, но такую душу, которая не имеет ни пятна, ни морщины, которая возродилась со Христом, обновляется с каждым днем, о которой, говорит апостол, обручил «Бо вас единому мужу, деву чисту, представите Христове». То есть толкование иронима то, что первосвященник должен брать в жены девицу, это образ Христа, который, как жених, имеет девицу и невесту церкви. Что значит девица? Она сохраняет целомудрие веры. Она не была в объятиях чужих по отношению к церкви, имеется в виду объятия еретиков, раскольников. Она сохраняет целомудрие веры достойно, чтобы Христос взял ее к себе в свои небесные брачные чертоги. Вот это аллегорическая истолкование. Далее, с 14 по 18 стих. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его, и сказал Господь Моисею говоря, скажи Арону никто из семени твоего, во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему, никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливой. Опять же, здесь говорится не о физическом уродстве, как и в случае с невестой, речь прежде всего идет о целомудрии веры, о недостатке физически, которые здесь перечисляются, что такой человек не может приносить жертву Богу, имеется в виду нравственное уродство, нравственные недостатки. И Григорий Богослов слово в оправдании 94-е пишет «Я знаю, что телесные изъяны и священников, и жертвенных животных подвергались строгому исследованию и даже было узаконено, чтобы совершенные приносили совершенное, что, как я думаю, символизировало душевную непорочность». То есть ты не должен быть хромым в том смысле, что ты соблюдаешь догматы веры и не хромаешь на какие-то там талагумины. Ты не должен быть кривым, то есть все время сворачивающим с истинного пути и невзирающий на Христа Спасителя. То есть любой такой физический изъян, включая слепоту, все это указывает на прежде всего духовные недостатки, какие могут обнаружиться в жизни христианина и как с такими духовными недостатками он будет совершать полновесное служение. «Никакой, у которого переломлена нога или переломлена рука Ефрем Сирин пишет «Сокрушил ногу тот, кто из мысли своей изгнал пометование о небесном». То есть хромая нога – это как ты слишком о земном много думаешь, приткнулся об эту землю, забыл о небесном. Ефрем Сирин продолжает «Сокрушил руку тот, кто изгнал из помышления своего попечения о добром и о небесном и заключил уста свои для словословия». Мы видим, как Ефрем Сирин аллегорически все это понимает. Далее говорится «Ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, то есть в лишаях, в коросте, ни паршивый, ни с поврежденными ядрами». Григорий Великий – это его беседа 31-я, пишет «А мы, сколько нас искуплено кровью Христа, соделываемся членами того же верховного пересвященника, то есть соединяемся с Христом. Поэтому нам и говорится через Петра «Вы же род избранный, царское священство, но кто скорчен, тот всегда смотрит вниз, следовательно, лишается священства, потому что кто привержен к одному только земному, тот сам для себя свидетель, что он не член верховного священника». Таким образом, горбатый – обремененный нераскаянными грехами, с сухим членом, неспособный породить добро, с бельмом на глазу, не созерцающий истину, с коростой, с паршою – это тот, который какую-то нечистоту, опять же, имеет на себе, не с поврежденными ядрами, то есть неспособный к духовному чадородию. Таким образом, мы видим, братья и сестры, что аллегорическое истолкование не оставляет ни один текст из священного Писания без истолкования, уже в применении к нашей христианской действительности. Также Ефрем Сирин пишет, «Или сгорблен – это образ человека, который уклоняется от попечения, о небесном, и обращается к делам мертвым сынов земли, или бельмоочен, ему подобен человек, который после того, как откровение тайн, отверстия ему были внутренние очи его открыты, тины мирских попечений повредил и утратил ясность своего зрения. Горбатый в этом образе закон отлучает от духовного священства всех тех, которые обременены попечением о делах мертвых, или единоядренный, в данном случае в синодальном переводе это раздавленный ядр, который почитается наученным, но в делах своих не показывает того, о чем мучит других, то есть его благочестие не имеет продолжения, он не способен к духовному рождению других людей. И далее мы читаем 21 стих здесь сказано «Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертву Господу, недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Ну, мы уже определились, что речь идет в применении христианской реальности, это нераскаянные грехи, заземленность человека и так далее. Ефрем Сирин толкует «Или малорослый этим явно указывается на человека, который не хочет возвыситься душою, потому что любит присмокаться в опрахе и которому противно ходить в прямом положении, чтобы освободиться от рабства чреву. Или у кого нет волос в бровях, это образ человека, который утратил целомудрие, грешит и не чувствует стыда, не краснее, или кто не видит с отверстыми глазами, это человек, у которого греховная мгла, помрачила ясность духовного зрения, таковых закон удаляет от приношения жертв в святилище, но дозволяет им вкушать от святого, потому что священник преподает им таинство не для усложнения их как совершенным, но для очищения от грехов как грешным. И в окончании этой главы мы читаем «Хлеб Бога своего из великих святынь и из святынь он может есть». То есть христианин, который несовершен, у которого проблемы, он все равно должен освящаться, но к завесе не должен он приходить, то есть входить во святая и святых, и к жертвеннику не должен приступать, то есть для совершения слов, потому что недостаток на нем не должен он бесчестить святилища моего, ибо я Господь освящающий их. И объявил это Моисея Арону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Ну, как я уже говорил в начале сегодняшней беседы, это в основном законы, обращенные к священникам, как в самом начале мы прочитали, и сказал Господь Моисею объяви священникам. Как они должны придерживаться ритуальной чистоты, и какой строгий спрос с них. Действительно, со своих избранников Господь всегда спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Продолжение следует...